итак друзья всем доброго дня сегодня на тесте у нас зеркало видеорегистратор от компании prestigio пару слов про коробочку вот такая вот коробка у меня она кстати немножко помялась при транспортировке но так к ней претензий нет внутри вот такая вот мягкая проставка все упаковано очень качественно собственно к упаковке каких-то претензий у меня нет беглинга пробежимся по комплектации собственно здесь идет у нас сам видеорегистратор зеркало она у нас сенсорная но про это чуть позже далее идет у нас камера заднего вида вот такая вот она здесь идет у нас сверху крепление я его уже пристегнул она на 3м скотче ну здесь вот так кстати так вот небрежно все это уже залепил потому что я уже крепил на свой автомобиль далее идет у нас зарядное устройство в прикуриватель вот такой вот она у нас большое идет проводка для задней камеры тоже достаточно большой кабель подключается через вот такой вот разъем само зеркало идут два таких вот крепления резиновых они вот сюда вот у нас закрепляется к зеркалу идет салфетка для протирки идет комплект крепления это чтобы заднюю камеру прикрутить вот на такие саморезики ну и соответственно инструкции пользователей гарантийный талон инструкции пользователей кстати у нас на многих языках вот видите английский есть русский там очень очень много различных языков рассмотрим сам наш видеорегистратор собственно лицевая часть здесь идет у нас зеркало под ним идет почти 7 дюймовый tft дисплей с разрешением 1280 на 720 и он у нас сенсорный то есть это такой аля как бы планшетик значит верхняя грань здесь идет у нас давайте вот так что было видно разъем для карты памяти выход для задней камеры и юсби юсби здесь используется для питания задняя часть собственно основной вот этот вот объектив идет вот такая площадка для того чтобы наш видеорегистратор не скользил по основному зеркалу здесь идет клавиши reset и идет динамик снизу идут значит микрофон клавиши правое влево и клавиши меню и включение то есть мы нажимаем ее видеорегистратор на включается еще один раз нажимаем у нас уже включается меню и меню у нас на самом зеркале сенсорное давайте его наверное и посмотрим включил я видео регистратор как я говорил вот зажал вот эту вот клавишу вот так вот у нас значит включается дисплей я подключил камеру заднего вида чтобы показать как она работает. Вот видите, там сзади камера. Кстати, мы здесь можем переключать режимы. Вот смотрите, есть вот такой режим, то есть это просто камера переднего вида, это просто камера заднего вида. Вот смотрите, я ее двигаю, вот видно, да, она двигается. Есть как бы совмещенный режим, то есть вот две камеры. Чтобы перейти нам в меню, мы нажимаем вот здесь вот клавишу меню и у нас загорается вот такие вот, надеюсь вам видно, зеркало очень сложно снимать, потому что зеркальные поверхности она отражает. Здесь шесть вот таких вкладок. Это запись, съемка, настройка, просмотр, формат и выключить. Запись, это включаем режим записи наш видеорегистратор, съемка, это режим как бы фотосъемки, настройка, это настройка, основная настройка нашего видеорегистратора, там режим съемки, режим фотосъемки, просмотр от снятых файлов, форматирование карты памяти и выключить. Ну, давайте вот зайдем вот сюда вот настройки, видите, у нас здесь все сенсорное и здесь у нас основных вкладок как бы девять. Вы можете гулять вот этими клавишами, либо можете прям вот здесь вот, ну, как бы сенсорный дисплей, можете прям пальцем куда вам нужно, на какую категорию зайти. Вот, минус в том, что если вы будете пальцем здесь все нажимать, то получается, что вы все это дело залапаете, у вас вот эта вот зеркальная поверхность будет залапываться. Так, ну давайте, вот режим видео зайдем, здесь у нас есть всего 720p и 1080p. Скажу про заднюю камеру, задняя камера у нас снимается разрешением всего 640 на 480, это у нее единственное разрешение, так что сверх качества, ну, как бы ждать не приходится. Ну, дальше идем, давайте, здесь в принципе все понятно, дальше идет у нас, давайте вот так вот я приближу, чтобы было видно, здесь идет у нас качество, дальше идет время видео, здесь идет у нас разрешение, опять идет качество, экспозиция, баланс белого, чувствительность ISO, резкость, время выключения видео, это когда, значит, погасает наш видеорегистратор, то есть вы можете его, как бы, отключать. Он включится и через какое-то время потухнет и будет работать просто как зеркало. Звуковой сигнал включен, нет, дальше выключение, настройка часов, штамп вы можете накладывать, либо не накладывать на видео, мерцание, это герцы, отключение экрана, датчик удара, монитор парковки включен-выключен, давайте вот в монитор парковки зайдем, вот здесь вот видите, высокая, средняя, низкая, то есть здесь вы можете еще настраивать, у меня стоит качество высокое и сам монитор у нас просто большой, можете средний и низкий как бы задать, ну давайте высокий оставим. Датчик движения включен, запись датчика движения, язык, кстати, у меня здесь стоял по умолчанию английский, я вот русский поставил, формат даты, сброс настроек, ну и, собственно, версии ПО, вот такие вот достаточно легкие настройки, как видите, ничего сложного здесь нету. Ну, остальные меню я не вижу смысла рассматривать, потому что они все стандартные, просмотр, там, форматы выключить, то есть если вы нажмете вот сюда, вот, ну давайте вот так вот нажмем, видите, он у нас просто выключается, все, как бы наш видеорегистратор выключился. Несколько пару слов про технические характеристики нашего гаджета, начнем, собственно, с процессора. Процессор здесь стоит у нас MSC8328P, это всем известный процессор от компании M-Star, это бюджетный процессор, собственно, его пределы это у нас Full HD, 30 кадров в секунду, то есть больше он вам не выдаст, иначе там пойдут у нас разогревание корпуса, зависание и так далее и тому подобное. Процессор действительно бюджетный, используется в дешевых видеорегистраторах, либо каких-то дешевых систем видеонаблюдения, однако зачастую с ним ставят матрицу от Sony. Здесь матрица стоит у нас не от Sony, здесь стоит GS2023, если я не ошибаюсь, это матрица от китайской компании Galaxy Core. Она также применяется, но в основном в каких-то бюджетных и дешевых смартфонах. Вот такое применение в видеорегистраторе я вижу первый раз. Но они достаточно хорошо оптимизированы, процессор с матрицей, и запись такая, ну, с основной камеры, ну, более-менее. То есть нет какого-то прям такого сильного размыления и днем и ночью, она пишет достойненько, скажем так. Но вы все увидите на примерах видео, я обязательно их ставлю сюда и под видео положу. Дальше, объектив, вот сколько искал, не нашел, из скольки там сферических линз он состоит, стекло, не стекло там применяется. И на сайте производителя я это тоже не нашел, как не искал. Но еще раз повторюсь, видео здесь более-менее, и все-таки хочется верить, что здесь у нас используется стекло. Ну, по ощущениям стекло. Угол разворота у нас, значит, 120 градусов. Встроенный дисплей, как я говорил, вот сюда около 7 дюймов, если быть точным, он 6,86 дюйма, сделанный по технологии TFT. Аккумулятор, вот, друзья, аккумулятор здесь шикарный. Вот, ну, сказать просто нечего. То есть, здесь на 500 миллиампер часов, и я верю, что это действительно 500. Вот, знаете, он у меня в машине висел, заряжался, потом я его несколько раз включал, выключал. И аккумулятор здесь действительно держит долго. То есть, вот это прям респект, вот минут 20-25 он точно будет держать. Вы можете видео просматривать на нем, фотки какие-то просматривать. Здесь, как говорится, все очень хорошо с аккумулятором. Дальше. Ну, собственно, основная камера, как я уже сказал, 1020 на 1080. То есть, это максимальное разрешение. Но оно, в принципе, достаточное. Но в 2018 году хочется уже что-то большего. Но, повторюсь еще раз, этот процессор просто больше не потянет. Вот эта задняя у нас камера, она снимает с разрешением 640 на 480. И качество у нее так себе. Задняя камера, в основном, ну, как бы, как я вот так думаю, она используется как парковочный монитор. И вот здесь вот, если взять вот такую вот, видите, паркинг-мод. Вот, это, ну, наклейка такая вот была здесь вот прозрачная на наше зеркало. И, как говорится, вот основное назначение этой камеры, это парковочный все-таки монитор. Хотя она при движении пишет сзади все происходящее автомобиля. То есть, здесь двухканальная запись. Передняя камера снимает и задняя камера снимает. Но после того, как вы подключаете заднюю камеру к фонарю заднего хода, и когда вы включаете заднюю передачу, эта камера автоматически переходит в парковочный монитор. Это, я считаю, тоже так достаточно удобно. Ну, собственно, кодек здесь видео H.264, формат видео MOV. Есть у нас циклическая запись от одной до пяти минут наложения там даты и времени. Кстати, эта камера тоже пишет у нас 30 кадров в секунду. Итак, вот внизу подключили мы наше зарядное устройство. Вот идет у нас целый тут кабель огромный такой. Питание подходит у нас вот сюда вот сверху в USB. Здесь у нас задняя камера. Задняя камера подключается рядом с питанием. Ну и, собственно, все это дело вешается у нас на обычное зеркало. Так, вот берем. И крепим. Все это на резинках. Так вот резиночки раз. И вторая резиночка два. Вот и все. Эти провода у нас прячутся куда-то вот сюда. Все это, собственно, для скрытой проводки. А иначе они будут висеть и просто будут вам мешать. Настраиваем зеркало. Ну и, собственно, заводим машину. Наш видеорегистратор готов к настройкам. Вот как вы можете видеть. Вот задняя камера. Вот передняя камера. И запись у нас уже вот здесь вот пошла. Так, задняя камера крепится у нас легко. То есть она вот так вот, кстати, может регулироваться вверх-вниз. Вот эта площадка крепится у нас на саморезы и на двойной скотч. Ну и отрываем здесь вот эту вот пленочку. Ну и все, собственно, она готова. Проводочку я пока прятаться не буду. Ее вы можете вот сюда куда-то вниз прятать. Там покрышки багажника. И все это будет смотреться органично. Вторая функция нашей задней камеры – это парковочный монитор. Подключается все элементарно и просто. Берете проводки от фонаря заднего хода, вот от этого белого фонаря, и подключаете к вот этой вот задней камере. И у вас при включении заднего входа автоматически вот образуется вот такой вот парковочный монитор. Здесь вот этот дисплей достаточно большой, информативный, читаемый. И когда вы назад сдаете, ну давайте, и когда вы назад сдаете, ну вот смотрите, я еду, видите, как все читается. То есть для новичков это вообще незаменимая вещь. Все очень круто. Получается, в обычном режиме у нас пишется задний ход автомобиля, то есть автомобили, которые идут сзади. А когда вы включаете заднюю передачу, у вас автоматически включается вот этот вот парковочный монитор. И это реально очень и очень удобно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА